18 сентября стартовал конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2017». По итогам заученного тура и первого ученого испытания в финал конкурса вышли пятеро педагогов Анна Никифорова, Наталья Андреева, Елена Бочкова, Валентина Кузнецова и Марина Мерк. 19 октября эти пять финалисток в школе номер 4 показали свое педагогическое мастерство в конкурсе «Мастер-класс». Первая вышла на суд жюри Марина Мерк, воспитатель детского сада номер 36. Тема ее презентации – развитие гностических умений у дошкольников в процессе экспериментирования. Важен не сам эксперимент, а понимание детей его сути, умение анализировать действия, делать выводы. Это самое главное. Так формируются гностические умения. И эксперименты начались. Из кальция, глюконата или обычного мела, который нагревался на сухом горючем, выползали и сворачивались в клубок знаменитые в химии фараоновы змеи. Под воздействием огня мел распадается пористая структура такой змеи, обеспечивается обильным выделением углекислого газа. В это время за соседним столиком вовсю экспериментировали с водой. Почему вода поднимается вверх в стакане? Мы думаем, что давление влияет на это все. Во-первых, огня тут нету, потушились, и вода вся туда. И воздуха нету. Нету воздуха. А рядом старательные добровольцы пытались ответить на вопрос, откуда в растворе возникают пузырьки. Они с энтузиазмом смешивали воду, краситель и растительное масло. Масло с водой не смешивается, но при добавлении шипучего вещества... Тема «Марина Мерк актуальна» – одно из направлений политики дошкольного образования – формирование у детей навыков исследовательской деятельности, воспитания у малышей любознательности и познавательной активности. А вот следующая участница – Анна Никифорова, воспитатель детского сада номер 10, пригласила всех в театр. Ее проект называется «Развитие речи детей через театрализованную деятельность». Современные дети живут в мире говорящей техники и постепенно просто учатся молчать. А умение говорить – залог успешной учебы в школе. А для ребенка дошкольника – хорошая речь – залог успешного обучения и развития в школе. Проект Анны Викторовны назывался «Ложковый театр своими руками». Добровольцам предложили создать из обычных деревянных ложек сказочные образы. Нам нужно создать образ трех девиц из сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». За ширмой началась бурная деятельность. В ход пошли кружево, атлас, кокошники и бусы. Пока шла работа по созданию из ложек, героев спектакля все остальные расслабились и решили поиграть. Однако игры им предложили не простые, а воспитательные. К примеру, поупражняться в артистических способностях, изобразить тот образ, который ему поручили. С кем мы работаем? Обиженный ребенок. Из-за чего? Еще назовите. Из-за чего он может обидеть? Добрали. Молодцы. Наконец, три девицы были готовы и предстали перед зрителями, как живые. Как бы я была царица, третья молвила сестрита. Я для батюшки царя родила благодаря. А еще был сюрприз. Оказывается, можно делать кукол не только из маленьких ложек, но и из самых больших подручных предметов. Такие самодельные, ростовые куклы представили сценку из жизни дошкольника. Здравствуй, дочка. Проходи. Где была? Все расскажи. У Андрюшки в группе я была на собрании. Выступала перед нами Нина Александровна. Следующей участницей, представшей перед жюри, стала Елена Бочкова, воспитательница детского сада номер 25. Тема ее проекта звучала так. Организация образовательной деятельности с использованием технологии группового сбора. Елена Викторовна пришла на конкурс с чемоданом. Что там? Смех. Смех. А еще? Улыбки. Улыбки. Радость. Радость. Какой чемодан. Технология группового сбора уникальна тем, что позволяет создавать ситуацию успеха, что способствует развитию творческих способностей детей. И так все собрались, поприветствовали друг друга, а далее обмен эмоциями. Требовалось прочесть строчку из сказки с разной эмоциональной окраской. Жил бы у бабушки серенький козлик. Жил бы у бабушки серенький козлик. Жил, был у бабушки серенький козлик. Потом все сели в поезд и отправились кто куда. Кто в центр науки, кто в лабораторию, кто в конструкторское бюро. Возьмите бинокли. Возьмите, возьмите. И внимательно посмотрите, что находится в наших центрах активности. Вы готовы? Готовы. Поехали. В центре науки производились разные научные опыты. Иногда результат получался неожиданным. Точно так, как в сказке. Стань водичка красной, желтой. Не тело красной. Нет, зеленая у меня. А в конструкторском бюро изготовили из бумаги сказочные костюмы. И тут же их примерили. Две лягушки вечерком на лугу сидели. Две лягушки вечерком на лугу летели. Сула, 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 сула. Четвертой выступала Наталья Андреева, воспитательница детского сада номер 21. Ее проект назывался «Квест. Игра как пусковой механизм развития познавательной и интеллектуальной активности детей». Оказывается, квест-игру можно организовать буквально на пустом месте. К примеру, висит на вешалке обычное пальто. Но в нем, оказывается, зашифрованы разные слова, которые надо отгадать по первой букве. Недостающие же буквы мы можем прятать в карманах или добавить аксессуары в виде броши, шарфа, сумочки. Или вот такое цветное понос с гирляндой и букв. Какая фраза здесь зашифрована? Буквы одного слова окрашены одним цветом. Молодцы! Квест – это здорово! Последней выпала выступать Валентине Кузнецовой, воспитательница детского сада номер 35. Она представила проект «Национальные традиции и обычаи народов многонациональной России». Тема на сегодняшний день особо актуальна. Цель проекта – воспитание в детях толерантности, уважение к людям другой национальности. В этот день мастер-класс был посвящен Молдове. Молдовский оберег. Почему красный цвет и белый? Потому что красный цвет – это цвет означает солнце, а белый цвет – это цвет плодородия. Потом все сыграли в молдавскую народную игру «Норо». Словом, каждый мастер-класс участниц конкурса «Воспитатель года» в этот день был по-своему ярок, оригинален, интересен. А теперь все конкурсантки вовсю готовятся уже к следующему этапу. На финишную прямую конкурс выйдет 27 октября. Участницы представят коллегам и членам экспертной комиссии свои публичные выступления.